Военные гости прибыли в Латвию уже на прошлой неделе. Специально для прибывших иностранных военнослужащих на Адажском полигоне выделили и очистили от мусора огороженную территорию, на которой в советское время стояли боевые машины. Толк у нас вкладывать какие-то деньги и туда обостраивать все. Мы поняли, что места у нас для такого життя не хватает в казармах. И так мы начали тут все прочистать. Здесь американские солдаты разбили огромные тенты, эстонские, канадские и литовские военные поставили палатки. А из всех динамиков части играет специальное полевое американское радио. На территории находятся и туалеты, и душевые. Однако литовцы оказались экономнее и приехали со своими душевыми. Здесь вам место для одежды. Ну, все супер. Да-да, вы здесь одеты, входите, закрываете, одежду снимаете, там все положите, вода не протекает, знаете, все хорошо, удобно купаться. Как оказалось, финансируется учение в складчину. Кто-то оплачивает еду, кто-то другие нужды. К примеру, одна страна-участница оплачивает еду, другая – воду. Так обычно работают соглашения между странами НАТО. Я не знаю специфику соглашения здесь. Сколько заплатила Латвия – государственная тайна, которую не знает даже министр обороны. Это НАТОвские учения. Я сейчас не могу вам сумму представить, но в конце учения, наверное, она будет известна. На отдых у них особенно времени нет. Тренировки, обучения – ведь 17 июня военнослужащие на четверо суток окажутся в условиях, максимально приближенных к боевым. Здесь основное внимание мы уделяем тренировкам. Конечно, и спокойный отдых, и питание – тоже важные составляющие дня. После этих учений некоторые солдаты отправятся воевать уже по-настоящему – в Афганистан. Какая-то группа с Латвией тоже в подготовлении здесь. Но это надо спросить у других, я не могу точно сказать. И после учения когда вы поедете? Нет, после учения нас ждет дальше подготовления до октября, и тогда мы будем... Во время учений роль противников, а именно афганцев, будут играть латвийские военные. В роли натовцев – международные бригады. Противники будут говорить на афганском языке, его миссию почетно выполнит в данном случае латышский, а солдаты НАТО, разумеется, на английском. Журналистам продемонстрировали и одну из первых тренировок военнослужащих. По легенде, вражеская колонна должна была пройти через пост бойцов НАТО. Атакует где-то 40 противников, у них задание у противника – нас выбрать из этого поста, и потом уже пойдет колонна с оружием и с боеприпасами. Мы отстаиваем, и идет стрельба с стрелковыми оружием, и потом, когда уже мы отбылись, летят самолеты и с воздуха атакуют колонну машин. И потом, когда это сделано, потом еще едет контратака. На эту тренировку прибыл и министр обороны Артис Пабрикс, и даже посол США в Латвии Джудит Гарбер. По ее мнению, учения имеют большую важность в развитии отношений США и Прибалтики. Эти учения жизненно необходимы, поскольку показывают сильное партнерство между США и Латвией, а также другими странами Балтии. Мы работаем вместе, чтобы обеспечить совместную безопасность. Министр обороны оказался сдержаннее. Он считает, что нашим солдатам просто нужно уметь вести бой. Кроме того, война, по словам Пабрикса, это искусство. Военная наука – это, скажем так, такая творческая наука. То есть человек должен быть для всего готов. Научившись военному творчеству, многие из наших военных окажутся в Афганистане. Будем надеяться, что им придется как можно реже творить свои шедевры в красных тонах. Денис Денисов, Игорь Хорошев. Специально для Микс ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова